Привет, народ! Добро пожаловать на наши посиделочки! Я вам сегодня еще не надоел? Нет? Короче говоря, успел посмотреть вторую серию, успел поехать вот подстричься. Все, сейчас пришел к вам записывать бегом обзорчик на вторую серию, которая называется Мальчик. А мальчик-то был? Был мальчик в трусиках? Был? Не был? Все, сейчас узнаем, обговорим в этот раз. Я в прошлый раз, ребята, обсуждал и совсем забыл в первой серии одну из главных деталей, обговорить, которая мне показалась. Она очень важна, что когда они сидели все там в зале ресторана, в шумном бале ресторана, ох, какая женщина, какая женщина. Для тех, кто к нам пришел первый раз, не пугайтесь, у нас всегда так. И, короче говоря, там был момент, когда все одновременно подняли чашки и выпили. И это было настолько необычно, что в тот момент мне показалось, может быть, у этой Моры на самом деле это все какое-то... Все это вье в голове. Может, она на самом деле сумасшедшая? Не знаю. Короче говоря, пишу одним дублем, хочу быстрее рассказать все вам по поводу второго эпизода, чтобы бежать смотреть третий эпизод. Потому что все так интересно. Ничего, ни хрена не понятно, но все очень-очень интересно. Короче говоря, начинается опять точно так же, как у нас было в первом эпизоде. И начиналось... У Моры было видение. Кошмар, да? И потом в конце это все закручивается в глазу. У нее был зрачок-треугольник. Точно так же и здесь мы видим с Капитаном. Не знаю, что он там выпил, что он напился, но... У меня теперь такие меня терзают смутные сомнения. Является ли вообще все вот это по-настоящему? Смотрите, я больше всего не люблю, когда... Помните, мы смотрели сериал Lost? Когда в конце оказалось, в последний сезон, что они на самом деле находятся вот в этой прострации, чистилище, момент, из которого ты переходишь, переходишь то ли в рай, то ли в ад, или куда-то там во что веришь, ты сам выбираешь свой путь. И мне вот это вот было немножечко... Типа, в жизни после смерти мы все равно все встретимся и пойдем в том направлении, куда мы верим. Не знаю, ребят. Если это мы все приведем к моменту, что все это, они уже давным-давно все поумирали, и это они в каком-то полузагробном мире находятся, я сниму носок с правой ноги и трусы с левой ягодицей и брошу прямо в телевизор. Потому что, ну, не знаю. Не знаю. Не люблю я. Или, знаете, еще когда какие-то не нравятся сюжеты, когда смотрели-смотрели-смотрели-смотрели, а в конце главный герой зазвонил в будильник, и он проснулся. Это самое большое клише, прибил бы за такое. Итак. Сон у капитана. Что он видит, как в доме погибает его жена и его дочери. Все правильно мы по фотографии угадали. Он слышит песни. Нина, Нина, ты моя бузина. Она что-то поет. Он пришел и увидел, как дом вот там сгорает. Навряд ли он на самом деле видел этот горящий дом. Скорее всего, это он знает, что произошло. Мы слышим потом такие интересные реплики. Вообще, конечно, я себе записал, говорю, чтобы не забыть. Такие реплики, когда он позже будет встречаться с дочерью, она говорит, что человек, который любит море, вот меня прям цапануло, хорошо так цапануло, прямо по-живому. Человек, который любит море, ты не можешь его оставить на суше. Единственное, во что ты можешь верить, что его принесет приливом, с очередным приливом его принесет на берег. Это вот, ребят, ну прям серпом по яйкам это выражение. Дядя Вова так любит море. Дядя Вова вообще родился в Одессе, а вырос в Крыму, в городе Судак, на берегу Черного моря. И, ребят, я уже почти полжизни живу в Америке, живу, считайте, в пустыне, в своей Айдахоу. Самая большая, какой тут водоем есть, это у меня река есть, Бойзи Ривер. Но это не то. Я каждый год собираю себе деньги для того, чтобы хотя бы на 3-4 ночи вырваться к океану. И для меня это место силы. Я приезжаю, я могу, мне не надо, мне не надо развлечения, не нужны мне никакие ваши там американские горки, не нужна еда, не нужны мне отели какие-то пятизвездочные. Дайте мне вот сесть на берегу океана и посидеть, вот просто подышать. Я, кстати, про океан только вот периферийные устройства делали обзор, тоже там говорил. И вот эта вот фраза, ну, прям цапанула конкретно. Для меня цель всей моей жизни. Заработать достаточно денег, пристроить детей, продать свой дом и купить себе маленькую халабуду где-нибудь на берегу океана. Если потом, конечно, с моей удачей, куплю себе дома какой-нибудь, какой-нибудь ураган Петрила придет и сдует нахрен мой домик, это будет обидно, что всю жизнь работал-работал и потом дуновением какого-то урагана меня все снесет. И буду как эта девочка Элли. И Элли возвратится с татошкою домой. Но поверил, тут поверил, вот это он просыпается, непонятно, чей перепил, чей переел. Но ленточка была на самом деле, на самом деле нашлась ленточка на том корабле. Каким образом? Телепортировалась? Кто-то специально туда эту ленточку подбросил? Является ли это местом, помните, опять-таки, ассоциация с сериалом Лост, когда на острове была комната, в которой, чего бы ты не пожелал, оно могло материализироваться? Что-то может в таком ключе? Не знаю. Теперь приходит сообщение, в котором от компании затопить корабль. Ну, во-первых, они уже на него полезли. Зачем этот корабль топить? Болячка на нем какая-то? Проблема какая-то? Не хотят, чтобы правда возникла? Ну, так подождите, у нас на корабле 1600 человек плывет. Все этот корабль видели, все с палубы посмотрели. Кто-то, может, даже сфотографировал, а кто-то зарисовал. Ну, неужели никто абсолютно не проболтается по тому, что они видели этот корабль? Зачем его топить? И капитан правильно говорит, до хрена металла, до хрена вложений в этот корабль. Почему нужно его топить? Кстати, в этом тоже эпизоде, там про Олика мы сейчас поговорим. Но вот это вот сообщение, то, что затопить корабль и компасы. Все компасы посходили с ума. Он даже достал свой карманный компас. И даже в карманном компасе там стрелочка вся крутится, как безумная. Вообще, конечно, у меня, кто не знает, дядя Вова еще тот писатель. У меня книги есть, один из моих романов. Парадист. Там тоже есть, когда люди попадают в мир за горизонтом. Так называется даже целая часть моей трилогии. Там тоже компасы ведут себя примерно точно так же. Клише, знаю, простите, но всегда работает безотказно. Вот этот вот момент, когда люди смотрят на компас, а он весь сошел с ума. Всегда это очень прям так. А что же это такое? А куда это они попали? В лост. Тот же самый лост. Помните? Тот же компас. Не работал как надо. Вообще, ссылок на лост. Чем больше, тем... Чем дальше влез, тем больше лост. Кстати, вы заметили, что когда ты наблюдаешь за вот этими фигурками, там девушка вот эта шмора, которую схватили под ручки и потащили и укололи в шею. Кстати, у нее имя на самом деле не Мора, потому что она прикидывается, что она ирландка, а на самом деле она не ирландка никакая. И на конверте было написано Фрэнк, что это ее настоящее имя. Может, ее имя Фрэнки, а брат использует ее по никнейму какому-то. Ну, не знаю. Посмотрим. Теперь с вот этим вот мальчиком. Мальчик неговорящий, а может, просто непонимающий, а может, все понимающий, но не переводящий. Короче говоря, пока что мальчик весь загадка. Она порылась у него в карманах, нашла обручальное кольцо, но это обручальное кольцо... Капитан, может, отдал жакет свой, и в жакете капитана нашла обручальное кольцо. Вот этот я в момент немножко протупил. Откуда вот это обручальное кольцо? Или у мальчика в жакете было обручальное кольцо? Мальчик этот что, Бенджамин Баттон? Что он из взрослого втягивается в маленького? Вообще, конечно, естественно, кто смотрел этот, как его, Дарк, да, Тьма? У нас у всех, естественно, ассоциация. Ага, мальчик, тут мужчинка, и она этого соседа увидела, да, и она его... Когда соседа увидела, она ему сразу... Где там с этим соседом? Ладно, сейчас дойдем и перепрыгнем в тот момент, когда она с соседом разговаривала. Она говорит, у вас лицо какое-то слишком знакомое. Сразу начинается, а может, это мальчик? Может, она на мальчика посмотрела, и этот появившийся человек с корабля, они... Это одна и та же сущность, только двух разных временных линий. Но нам, создатели сериала, сказали, что прыжков во времени не будет. Но, может, таким образом они хотели нас запутать? Но это было бы, ну, слишком очевидно, что вот мы, фанаты Дарк, естественно, когда она побыла в комнате с мальчиком, и тут видит этого соседа и говорит, мне знакомо ваше лицо, какая главная первая мысль ассоциации у нас должна выстрелить? Что это один и тот же человек. Вот этот мальчик и вот этот вот взрослый дяденька, который ходит с корабея, кругом под дверь и запускает, что это один и тот же человек. Но это, мне так кажется, это было бы слишком предсказуемо. Может быть, нас специально заставляют в это подумать, поверить, и таким образом нас отвлечь. Вообще, хороший фокусник, он как делает? Он отвлекает вас правой рукой, манипулирует левой, а ягодицами выбирает правильную карту из колоды. Так что, нужно уметь. Теперь, у капитана там тоже глюки, чуть на этого малого не накинулся. Со своими, пытается узнать, что, чего, как. Олег, конечно, где мне найти такого вот кочевара? Кто бы растопил мне печку? Углем особенно. Вообще. Пошла на пользу работа на этой котельной. Такой Олег. Такое загляденье просто. Вроде и освещения мало, но... Прямо хоть бери, да в чат 18+, забирай. Теперь. Вот эта же встреча с вот этим вот соседом, который... Может ли это быть мальчиком? Вроде глаза не похожи. Но у нас так часто бывало, мы смотрели какой сериал? Вест Ворлд. Там маленькая девочка не сильно была похожа на Фрэнки. Не сильно была похожа на свою... Кстати, Фрэнки же звали, да? Девку в мире Дикого Запада, да? Ее папа называл Куки, печенька. А взрослая она была просто буковка Си. Просто от Куки буква Си взялась. Ребята, у меня такой сушнек. Вы простите, сижу тут, минералочку дую. Но вот этот вот момент, что он ее типа знает, знает, что она не ирландка, и прям такое все подозрительное. Теперь, сестра моет волосы своему брату. Что он сам не может помыть себе голову? Видели, с кувшинчика себе полил, наорал на сеструху, прогнал ее. Сеструха доктором мечтала стать. Я в какой-то момент думал, хорошо, а если это опять у нас телепортации во времени, может эта девка и есть вот это, как ее мора, только в детстве, может петля замкнулась, не знаю. Говорю, что ни хрена непонятно, сейчас накидываю вам идеи. Кто-то, кто уже досмотрел до конца, сидите, ржете там, наверное, с меня. Как вам не стыдно? Ну ладно. Ну и ржитесь. Как это? Смейтесь себе на здоровье. Теперь. Пришел к ним муж вот этот вот испанский, который из элиты, принес ему под сигар, говорит, тебе под сигар понравился, засунул ему прямо в штаны. Ребята, тут у меня ей радар уже вообще сказал, дядя Вова, ты все правильно понял. И, кстати, вот этот со шрамом, парень, он тоже не прочь поиграть на флейте, я так понял. Потому что, когда пришла его беременная сестра, она, скорее всего, уже знает о его голубых устрицах. И она пришла к нему и говорит, ты мне поклялся, что ты больше этого делать не будешь. Значит, она уже его заставала с другими мужиками до этого. Угу. Может, поэтому от стыда до позора уезжают? Там, может, родители не знают? Это, понятно, девка, да, которая, сеструха, мыла ему голову. Я мечтаю быть доктором. А кто твое призвание? Расскажи мне. А чем ты будешь заниматься? Он, может, мечтает этим, проститутом быть. Ну, не скажет, что это у него призвание такое. Отлучат его от церкви родители. Но почему-то мне показалось, что он какой-то маленький, низенький. Потому что до этого он со ступенек снизу, да, просил, дайте сигаретку, дядя, прикурить. А потом... А вот сейчас, когда их поставили вместе, этот пацан, он же очень высокий. Кто элиту смотрел, он один из самых высоких пацанов там был. И этот прям, ну, вообще... Викинг. Симпатяшка. Ничего не скажу. Да. Подложил под сигарник штаны и ушел. Теперь. Интересный момент с вот этой вот японкой, которая не японка совсем. Мы же знаем, что их сюда, на этом корабле ими контролирует богатая британская Маман, которая там ходит как королева по всему кораблю. И теперь, когда вот этот вот усатик французский с ней разговаривает, он говорит, я всегда мечтал побывать в Японии. Видно, что Япония для него вот большая мечта. Может быть... На секундочку, послушайте такую теорию. Хотя, кто уже посмотрел, уже все знаете. Может быть, та британская Маман специально затянула... Японку настоящую найти не смогла. Подобрала любую первую азиатской наружности и внешности девушку. Сказала, ты будешь теперь Японка, потому что мне нужно, чтобы ты заблазнила вот этого вот товарища. просто стой и специально ж ее нарядили во все этот гейшеский наряд. И может, поэтому он... У него там и с женой ничего не получается, потому что он отвлекается как раз. У него мечта всегда. У меня батя всегда рассказывал, что у него мечта была черная женщина на белых простынях. Вот у него была мечта поставить себе такую галочку себе в своем списке любовных похождений. Сделал. Когда в Америке был, поставил галочку. Америка страна возможностей. Даже для таких, как мой папик. Ну, это другая совсем история. Но к тому, что... Что если вот эта британская Маман знала о его предпочтениях и специально на том же самом этаже посадила, поселила это? Для чего-то, может, для какой-то цели ей нужно разрушить вот этот французский брак. Посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события. Совпадение? Не думаю. Смотрим дальше. Теперь мы видим, что вот этот вот Жеромчик, как его Жоржет залез в комнату к французской девушке и подложил ей медальку на стол. Она пришла, медальку заметила, но не придала к ней особого значения и просто убрала в ящик. Ну, тут, конечно, момент был. Все наши Ларисы, наверное, немножко Ларисы Ларисы порадовались, потому что она башмачки сняла. Вот смотрите, что творит с людьми Игра престолов и Дом драконов. Я посмотрел, и у меня уже сразу в голове, что он сейчас там под этим, под кроватью, под простынями. Ножки красивые увидел, оголеные. Сейчас она еще чулки снимет. И он там начнет землетрясение устраивать. И спалится. Нет, не спалился. Она вышла оттуда, успела уйти. Капитан тем временем пытается узнать, сколько шугля осталось. А глюки набирают обороты. Он попал в комнату, где, как у него дома. И там жена вроде ни в чем, ни в чем не бывала. И дочь. Ну, глюки накрывают конкретно. Еще интересный момент, который дочка сказала, я себе здесь в записульках написал, что пойди поговори с мамой, потому что тени снова начали к ней приходить. Вот это выражение про тени мы уже слышали. В первом эпизоде, помните, девка малая, когда с беременной сеструхой разговаривала, она говорит, что а что если это будет как в той истории, когда убили какого-то кита и потом пришло проклятие и на корабле твою мать доигрался. Член на скрипке больно музыку любил. Что если на корабле все вот это умрут теперь как в твоей истории и останутся только тени и опять приходят какие-то тени. Что что если они на самом деле на этом корабле появляются тени какие-то вот отражения пропавших людей. Ведь на конверте как у всех написано все, что потеряно будет найдено. посмотрим. Ну вот тут этот момент очень-очень интересный. море тени записал кошмар жена Нина тоже записал про медальку то что ну они же оба из Франции так что может быть тот мужичок под этим ой остановите 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 Витя надо выйти вот этот вот темненький может быть он на корабле все что думают что он сюда залез чтобы бесплатно проплыть а может он сюда и залез ради этой девчонки и орденок ей принес а что если нам вообще покажут историю между ними потому что дальше мы будем видеть где-то здесь они встретились и они разговаривали и тут такую интересную фразу он произносит они говорили о том что делаешь знаете как вот это встречаешь по одежке провожаешь по уму и тут тоже примерно такого же типа выражения что не принимая решения по первому взгляду и он сказал да я принял свое решение по первому взгляду и это говорит было сказано это так как будто бы этот первый взгляд произошел не вот тут в данный момент а что он видел ее раньше может у них даже какая-то любовь была когда они были подростки и она может или забыла или еще что-то а может он для того чтобы ей что-то доказать поперся на какие-то в армию какую-то потому что она тоже ему говорит что ты выглядишь подозрительно знакомым и когда он сказал как его зовут так она вообще там вся побелела и убежала так ну тут с этим понятно интересный момент что когда опять этот жук скоробей и когда он вылез по каменной трубе и откинул люк он оказался у себя в комнате и на крышке смотрите опять этот же самый треугольник с полосочкой повторяюсь но повторю снова совпадение я не думаю и у малого на шее такая же самая татуировка и у нее на конверте такая же самая печатка стоит но пока что из всех людей только девушка француженка носит такие сережечки с этим этот укоротитель коробеев этого поймали морду набили три белых мужика набили морду я вообще не знаю как такое кино разрешили захватили закрутили и утащили теперь этот сидит нарояливает одной рукой под сигар другой где-то там ширинку застегивает но в этом моменте очень интересной такой такая реплика была его сестра сказала что ты же понимаешь богатые люди просто так никогда ничего не делают и ты должен это знать как никто другой и мне интересно неужели им уже какой-то богатый папенька попользовался сорвал его бутон уже до этого в общем почему она говорит никто не знает так как ты если бы она сказала никто это не знает так хорошо как я я бы предположил что она она ходит беременная мы не знаем кто у нее этот кто отец ее ребенка вот она беременная беременная ходит кто отец ребенка если бы она сказала что никто этого лучше не знает чем я значит какой-то богатый дяденька ее обрюхатил и теперь вот и бросил поматросил и бросил а когда она говорит что никто не знает это лучше чем ты вот это уже тут немножко интересный такой поворот кстати очень классный момент хорошо что я записал иначе бы забыл когда она разговаривает с мальчиком разговаривала да она рассказала ему историю про то что когда она была ребенком они с отцом пошли охотиться и отец ее бросил ночью одну и он говорит сначала было ей страшно но потом она справилась а потом оказалось что это отец просто проверял так ее проверял ее и брата проверял чтобы посмотреть как ты будешь себя вести когда ты один потому что вот замечательная фраза я себе записал когда ты один ты узнаешь кто ты такой а ведь какая глубина на самом деле тут можно копнуть посидеть пофилософствовать минут на 10 на 15 но ребята вот на самом деле есть такие люди я вот например я не могу быть один вообще не могу я задыхаюсь от тишины и от одиночества поэтому мне надо вот это вот дети Степан Карлович мне надо постоянно если я там один я в чатик залез или вот видюшку записывать или еще что-то мне надо я не могу быть один есть люди которые замечательно живут вот в одиночестве им ничего не надо они отработали пришли домой приготовили ужин сериальчик захотелось кекса нашли себе в тиндере на ночь накексились отправили нахрен и все и вот они сами спят ничего никто не отвлекает никто ничего не мучает есть такие люди я не могу я не могу мне постоянно нужен я не знаю что это может говорить о тебе что я начал например замечательный тест чтобы проверить можете ли вы быть одни начните с того что минут на 5-10 уберите телефон уберите абсолютно все ляжьте на диванчик не смотрите ни телевизор не слушайте радио ни музыка ни книги ничего 10 минут полежать наедине со своими мыслями и посмотрите насколько у вас будет насколько вы будете комфортно или дискомфортно себя чувствовать что я заставляю сейчас себя делать пытаюсь там вес бросить все дела кстати можете за дядю Вову порадоваться дядю Вову уже 69 килограмм вот и в бассейн хожу хожу в бассейн и плаваю 30-40 минут плавания в бассейне и я обычно когда прихожу уже время такое что никого нет я один сам в бассейне плаваю туда-сюда туда-сюда и поначалу вот было такое думаю может найти себе какие-то наушнички и шапочку знаете вот такие беспроводные наушнички и положить телефон где-то посередине и плавать музыку слушать там или фейгена какого-нибудь ну что-нибудь слушать или песни подверг сердючку загребсти хорошо все будет а потом думаю нет вот нужно именно учить себя позволить себе погрузиться в мысли порассуждать подумать помечтать о чем-то замечательно это вот замечательный тест для того чтобы проверить себя и вот она морок говорит что я не обиделась на отца что он оставил меня одну я обиделась на него что тот момент который я думала я самостоятельно я одна а за мной все равно наблюдали и в тот момент наблюдали и зная как заканчивается этот эпизод когда мы видим кучу мониторов что за ними кто-то наблюдает прям прям вообще прям пять с плюсом замечательный моментик ну там капитан чуть не придушил этого малого тоже еще тут пришибе Иванович Олег то хочет почему он так подбрасывает лопатой уголь в котельню потому что он хочет чтобы как можно быстрее доплыть к статую свободы а тут оказывается что вообще надо будет придется плыть обратно ну это показывает ему эмблемку теперь священник недосвященник и ну страсть конечно страсть любовь подтяжки в разные стороны полетели это вам не французская тетя которая ножки раздвинула и чпокай меня а сама думает о бабочках и круассанах о тема про пожрать здравствуйте меня там конечно и кается каждый раз кто вспоминает мой рецепт за сардельки я там начал делать обзор на периферийные устройства и рецепт на сардельки выложил добавок вдогонку ну что люди зря приходят пускай будет что-то полезное от моей болтовни ну тут конечно страстно страстно мне сразу захотелось пойти за картошечкой прям хорошо хорошо мальчики сыграли прям прям поверил как они тут интересный момент на спине шрамы мне интересно только у него эти шрамы или у этого тоже есть и он этот второй он из Португалии похоже что мама вот этого она богатая и ну там там тоже этот скандал сестра принесла бросила ему этот под сигар слила что этот ходил к брату заигрывать он говорит я не могу что ты тут весь такой перепуганный ходишь никто не верит что мы братья никто не верит что ты священник но им видать досталось им видать всыпали плетей за то что их застукивали поэтому видать им позволили уплыть уехать но тут интересный момент такой потом картину показали волк и ягненок к чему бы это волк в овечьей шкуре нет волк который пытается растерзать ягненка пытается это аллегория такая что один из них он пытается быть хорошим прилежным послушным готов даже может на самом деле быть священником где-то не просто прикидывается а другой вот такой вот хищник взгляд охотника как у нас говорят в чате 18 плюс а этот все запускает своих тараканов таракан не бегал устраивает этот таракан пошел заманил девочку девочка куклу свою бросила ой жучок блестящий пошла пошла и зачем-то он взял и говорит прости меня прости меня моя любовь и вообще девочка или узнала тоже вообще вот непонятно вот какой-то момент для чего-то ему нужно было эту девочку укокошить капитан решает буксиром тянуть корабль обратно в Европу естественно все там переполошились сказали ты один единственный такой прибацан ты хочешь этого никто другого не хочет но что мы узнали что эти вдвоем он пришел показал ей письмо со штампселем такое же самое как у нее с вырезкой о потерянном корабле и фотографии его семьи поэтому он пытается узнать как можно больше правды ну тут эти матросы решили сами затопить корабль потому что раз послание пришло почему бы не затопить все хотят в Америку а этому приспичило обратно в Европу возвращаться я вообще не знаю почему нельзя объявить его умственно нестабильным и передать власть вот допустим бывает такое что когда у нас президент идет на операцию ложиться под наркозом на какое-то время он передает все свои полномочия вице-президенту и если вдруг кого-то из президентов ну такое я не знаю было или не было призывают умственно неспособным то власть переходит это сказать что алкоголик белочку поймал ходит там по канализациям лазит видения разные видит к нему жена приходит дочка поет из этих из вентиляции конечно псих отстранить и поставить там кто там следующий по званию боцмана и пускай он управляет теперь это ж все на шее теребит свой кулон кулоне тоже какой-то треугольничек все эти треугольнички тут еще опять змейки какие-то завернутые и тут же что же пришли и увидели тело девочки а потом оказалось что это все еще на мониторах кто-то подглядывает за ними за всеми и камеры очень очень близко япона мать это вот французский партизан пришелец с корабля мора капитан мальчик богатая выдра и эти француз муж и помощник капитана почему именно за ними следят ну не может быть камера что прямиком на их лицо где эта камера чтобы их видеть они же не перед зеркалом сидят ну хорошо допустим вот это может япона мать около зеркала сидит остальные каким образом так близко камеры к ним подъехали ладно ждем что я тут еще себе отметил в поэтому в радиотелеграме стали треугольнички приходить к чему откуда это интересная реплика тоже еще записал о том что корабль это как тюрьма когда разговаривала француженка с этим с темнокожим и он говорит что нет тюрьма это быть птицей потому что ты закован в эту форму и ничего не можешь больше с этим сделать мне наоборот казалось птицы это самые свободные существа летай куда хочешь или может птицы которые около корабля они не могут отлететь от корабля далеко потому что им нужно в сопровождении быть корабля ждать когда там отходы какие-то сбросятся не знаю не знаю что они имели ввиду но прикол в том что в конце пошла радиограмма вся в треугольничках и треугольнички разные под разным углом где-то раскрыты где-то закрыты где-то перечеркнуты кто в треугольничках разбирается там уже даже перевод есть все ладно с этим эпизодом закрыли заливаю вам смотрите обзорчик я побежал смотреть третью серию все на этом ой забыл 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 вы что спонсором забыл спасибо сказать вы шо как же спонсором спасибо большое что поддерживаете денежку бросаете спасибо большое что не бросаете меня в океане среди акул вот и мистерия спасибо мастеру ключа нашему спасибо большое за поддержку завтра посиделки будут как положено на моем основном канале посидим потрендим про жизнью про все я обычно читаю чат вы пишете сообщение я по очереди иду каждое сообщение прочитываю у нас последние несколько суббот то одни гости другие гости то там были то там были все были заняты гик чат будет гик дозор будет воскресенье завтра будет стримчик ну и походу буду вам разбавлять обзорчиками 1899 ну посмотрим ну на первую серию он там уже вроде вечер а уже тысячу человек насмотрело так что если будет все продолжаться в таком темпе то все серии посмотрим вместе с вами все надеюсь спойлеры кидать не будете на этом точно обзор разбор дозора окончен всего вам хорошего пока